Вот, так ли будет Динамо играть все время, или тут будет ротация на фланге? Пока судить не возьмусь. Да, а так он немножко в пяточку приостановился, Баженов вынужден был. Ох, Быстров пяткой пытается. Лучший абсолютно, да и левый неплохой. Прострел, удар, и едва-едва. Немально, чтобы не сбрасывал скорость партнер. Быстров, Быстров, удар. Прощаться назад, Баженов. Велитон, ему пас на ход, Колодец вроде бы в темп успевает, но Велитон не бьет, он делает передачу на набегавшего Алекса. Это другая подача уже, чуть получше, но все-таки пока не на год. Быстров. Здорово! Алекс! Смотри, что делает, а вот бить теперь неудобно. Ковальчук, Матеев, Быстров. А здесь немножко кутковой стратегии. И вот тут Спартак, что называется, начинает разбираться с соперником прострел Климента Родригеса. Мне казалось, слишком сильно. Да нет, в общем-то. Да нет, в общем-то. Опасно! Алекс на подборе. Та в центральном круге укладывает Колодин Быстрова, прихватив его просто руками. Колобаев показывает, играется, играет тебя для Спартаковцев. Похоже, он это видел. По штрафной выходит Габулов. Что-то придумывать должен он. Ах, какой перевод Кирилла Камбарова. Передача в штрафную. Демитко вылетал на этот мяч. Там динамовские болельщики в основном за воротами третий коз. Я не очень вижу, чтобы они ее в хором требовали пенальти. Хоть и скажет болельщик Спартака. Соглашусь, с ними нет. Быстров. Алекс. Помешали друг другу два Спартаковца. Быстров, тем не менее, с мячом. Передача в район 11-метровой отметки. Принимая мяч здесь, опять-таки... Вот, роскошный, кстати, диагональный перевод. Камбаров уходит от Макеева. Передача. Высокий, хороший удар. Отыграли с Киржаковым. Нашли граната. Как Спартак в стиле разыграть мяч? Даже удивительно мне здесь. Локшер играет налево. Гранату. Ускоряется Дмитрий Камбаров. Ему пас. Камбаров входит в штрафную, но... Очень вовремя сейчас. Легенда из этого. Но это я опять может принять как прогноз. Ни в коем случае. Я прекрасно знаю, что у Спартака и у Ростова игроков достаточные подки. Блестяще играет головой. Камбаров. Штрафная опасность. Киржаков. Удар. Гол. Александр Киржаков открывает счет. Я говорил о возможной логике развития событий. Вот смотрите. Начинается второй тайм. Камбаров подает раз. Пролезает два. Да. Бросает Гранатово. Прорыв три. В первом тайме в этой зоне. То есть. Да. Должна была расти утомляемость. Киржаков слово мастерски в этой ситуации сыграл. Да, конечно, он не подработал мяч, как это мог быть сделать, скажем, Лео Месси. Он чуть-чуть, что называется, тут вот отпустил его далековато, но моментально поставил корпус, спружинил, что называется. Подобраться себе не дал. Ударил в ситуации так, как единственное можно было бить. То есть с носка. И проткнул. Почему Киржаков не забивал в прошлом году, а забивает в это? Спартак в атаке. Ошибается Габулов и должен был Ковальчук сравнивать счет. Из Вратарской, из Вратарской неэкономно сыграл. Еще одна подача. На подборе Владимир Быстров. Продирается он через защитника Динамо. Ударя рядом со штангой. Мяч уходит. А потому он забивает сейчас и не забивал в прошлом году, что в прошлом году не так много он играл в штрафной соперниках. И для Радикалов. Он, конечно же, играл в прошлом году не в штрафной соперниках. Для контратаки 4 в 4. Перевод правильный. На Быстрова тот принимает мяч. Угол, правда, островатый. Бить, наверное, не стоило, но он и не бьет. Это должен быть гол. Да. Нет. Мама дорогая. Кля обработал мяч. Позже у нас будет возможность обсудить. Но в этом эпизоде Габулов повредил кисть руки. А так он в комбарах накрывает, а? Будут спартаковские болельщики говорить. Была там опасная игра. Ничего пока не скажу. Но это так. Да, это чуть подработает. Удар у Олекса. Хорош. Плотный. Думаю, Крышков. Верит он. Быстров. Далековато. Мяч отпустил, но находит решение. Прострел. И нет офсайда. И убегает, правда, под острым углом Киржаков. Хохлов и Дмитрий Камбаров слили левее. Получает мяч Дмитрий Хохлов. 2-0. Опять не хочу, чтобы спартаковские болельщики думали, что комментатор поет дифирамбо динамовцам. По стому скачущему мячу приходит команде, у которой в бытовом плане все в порядке. Поднял глаза, все увидел. Поднял еще, все увидел. Чуть назад, немножко по-встречному. И плотненько исполняет. Да, трудно. Спартак, вот, он теперь будет отыграться. Но опять же голый. Но старт чемпионата Крюшки играют. Я хочу делать. Но яркость яркостью, а результат результата. Кобелев чем недоволен сейчас? Тем, что арбитра офсайда не зафиксировал, офсайда не было. Вот. Или тем, что дали возможность зону свободную, дали возможность вот так. Думаю, что 50 на 50 голоса разойдутся. Кокорин. 3-0. Не по делу, не по игре. Хотя победа Динамо, опять же, понимаете, при той одинаковости, да, при той поступательности, с которой команда ведет игру, стратегия логична. То есть на длинную, как правило, всегда порядок побеждает импровизацию. Правильно? Я применял бытовую терминологию, да? Брал крепкую семью, что называется. Опять же, не хочу докопеечно быть принят, что вот атмосфера в команде вот тут хорошая, а там, как на наш взгляд, хуже, и давайте рвать ту, где она похуже. Нет. Давайте радоваться за тех, у кого доска действительно вот это крепко. Признаться честно, я не имею ни малейшего представления о том, как играют Рубина Сибирь. Вот. Или сыграли уже, не знаю. Полуфиналист Кубка России в этом году, Московская Динамо. С чем я, Белоголубых, всю команду и Андрея Кобелева поздравляю. Вот сейчас происходит такая штука. Выскакивает на поле Александр Киржаков. Это тоже о многом говорит. С чем я, Белоголубых, всю команду.